А под окном у меня вот такой осенний пейзаж. Даже в лес ходить не надо. Всем привет! Меня зовут Зоя. Это мой канал Мама Зоя. Помните, у меня есть такое видео, где я делала покупки, и там был лист алоэ. Я лучше сяду. Этот сорт называется алоэ вера. И вот я обещала, что я с него что-то сделаю. Ну, я никогда вообще-то не делала сок алоэ и не пользовалась. Но однажды мне попалась такая заметка, статья в интернете, где было написано, что сок алоэ стимулирует выработку коллагена и гиалуриновой кислоты, благодаря чему кожа дольше остается упругой и гладкой, без морщин и заломов. Но я уже в таком возрасте, что навряд ли оно мне поможет до такой степени, чтобы восстановиться и не иметь морщин и заломов. И с возрастом кожа становится более сухой и теряет свою эластичность. А сок алоэ очень хорошо, даже можно, даже так было написано, интенсивно увлажняет кожу. У меня сухая кожа, поэтому я всегда стараюсь ее увлажнить. И вот я подумала, увидев в магазине этот огромный лист алоэ, у нас его часто продают, я решила попробовать. И еще я прочитала, что он также хорошо и для волос, для кожи головы, вот если зуб там или какое-то раздражение, если есть перхоть. Но у меня перхоти нет. Но я подумала, что маску для волос можно сделать. И вот я уже его приготовила, сок алоэ, несколько дней тому назад. Я тщательно промыла алоэ под проточной водой, завернула его в целлофан и поставила в холодильник на несколько дней. Потом я его достала, срезала с него вот эти вот колючки, разрезала его вдоль и прямо ложкой выскоблила всю мякоть. Я впервые чищу алоэ и делаю из него сок. Поэтому без навыков немного было тяжеловато. Ну, я справилась. Лист алоэ все время скользил в руках. Вообще вот сама мякоть, она такая скользкая и немножко пастообразная и тянется. Что-то напоминает мне совсем приятное. Большую помощь в этом процессе оказывает блендер. Очень быстро и удобно. И вот где-то два дня я мазала лицо, носила его на лицо и сделала даже маску для волос. Мне понравилось для волос. Волосы прям вот такие пышные стали. Так что я, наверное, еще продолжу, поскольку я уже приготовила сок. Но я раньше никогда не делала сок из алоэ. И было, конечно, немножко неудобно с непривычки. Но, в принципе, делать можно. И мне понравилось даже вот для кожи лица. Действительно хорошо увлажняет кожу. И что еще? Да, вот с соком алоэ я только встречалась один раз. Использовала его. Когда-то, еще много лет назад, у меня на одном из пальцев ноги, прямо посерединке, вышел такой мозоль. Его еще в народе называют куриная жопка. И вот я его никак не могла вывести. И я вот пользовалась алоэ. Я распаривала этот палец, ногу, а потом срезала прямо вместе вот с кожурой кусочек алоэ, накладывала на этот мозоль и потом укрепляла его пластырем. И вы знаете, вот я это делала какое-то время, и у меня действительно прошло, мне помогло. Еще что я прочитала, что сок алоэ, кто-то пишет, что маску можно наносить там и даже спать. Я попробовала и хочу сказать. Наносишь сок алоэ, он очень быстро высыхает. Прямо за пять минут кожа становится прямо сухой. Поэтому лучше пользоваться вот такой щеточкой и наносить на кожу несколько раз. Я, например, наносила, наверное, раза четыре, а может даже и пять. Вот я почувствовала, что у меня высохла кожа, становится сухой прям сок этот высыхает. Я тут же беру кисточку и опять наношу его на лицо. А потом беру салфеточку, умываюсь, беру салфеточку и снимаю остатки этого сока, потому что вот так просто его, просто одной водой его тяжело смыть. А вот на волосы я наносила и ходила, наверное, где-то около часа. Вот так я использую сок алоэ. Поставлю его в холодильник и думаю, что вот пока он у меня не закончится, я буду им пользоваться. Ну, а потом посмотрим. Конечно, в нашем возрасте тяжело стать от сока алоэ молодой и красивой. Но, тем не менее, всё-таки ухаживать за лицом надо. А я с вами прощаюсь. Желаю всем счастья и крепкого здоровья. Вот так он наносится на лицо. Под глаза можно его наносить. Всем пока-пока!